Этот Кировец настоящий пример белорусско-российской кооперации. Огромные шины и не только поставляют из Беларуси. Всего мы насчитали примерно 40 деталей. От карданного вала, кондиционера до мелких. Но больше всего гордятся нашими решениями по стеклянной кабине. Пытались многие, получилось у белорусов. Когда стекла прямые и стойкие, то не видно многое, не попадает в поле зрения человека и как бы неудобно работать. Естественно, со свинеческими стеклами замечательная работа, замечательный обзор. Сотрудничеству уже не один десяток лет. И оно после перекрытия поставок комплектующих извне не остановило конвейеры на заводе Санкт-Петербурга. На рынке союзного государства двум тракторным гигантам не тесно. Если наш МТЗ – это больше компактные машины, то кировцы – сплошь тяжеловесы. Белорусские же предприятия, многие, которые сегодня поставляют для нас, они тоже берут сырье или ряд элементов и компонентов из российских заводов. Поэтому это сложный технологический процесс, взаимная кооперация, которую надо обязательно сохранять, укреплять и развивать. Только так мы добьемся жестких, четких, уверенных позиций в области технологического суверенитета. Год назад утвердили и союз промышленников для того, чтобы сегодня создавать то, что нужно будет завтра. Тем более интересы к друг другу колоссальны, которые подпитывают и теплые человеческие отношения, и бизнес-расчет. Торговля бьет рекорды. За прошлый год мы продали товаров на полтора миллиарда долларов. Это наполовину больше, чем годом ранее. Мы развиваем сотрудничество по всем намеченным направлениям, выполняем поручения наших президентов. И кроме роста поставок продовольствия, Петербург увеличил закупки техники. Вот я могу назвать цифры, может быть они скучные, но это факт, действительно так оно и есть. Вот Петербург приобрел за прошлый год 2800 единиц у белорусских производителей. Большой объем. И Петербург заинтересован в размещении ремонта восстановительных производств для закупленной белорусской техники. Потому что мы сейчас покупаем много техники, чтобы сервисное обслуживание было. Ну, чтобы это уже была такая постоянная работа, чтобы мы не искали других поставщиков, а уже работали непосредственно с нашими товарищами. Прежде всего, хотел бы отметить, что, конечно, очень хорошие поставки по тракторам и навесному оборудованию. И не просто сервисные центры с поставкой белорусских запчастей, а хочу подчеркнуть полноценное локализованное производство. И общая задача – укрепить технологический суверенитет как России, так и Республики Беларусь. Вообще, многие новинки своей техники мы тестируем на улицах Санкт-Петербурга в изменчивом климате. И сейчас здесь все больше становится наших низкопольных автобусов, даже есть целый монопарк МАЗов и троллейбусов с автономным ходом. В планах – электробусы. А вот эти компактные тракторы отлично вписались в питерские дворы. Что-то из навесного оборудования еще дорабатывают. Вы предложили нашим производителям уже под специфику Санкт-Петербурга в первом случае это импортозаместить австрийскую модель погрузчика, а во втором случае вообще разработать дизайн нового трактора. Вот в рамках вашего визита, я, может, какую-то инсайдерскую информацию раскрываю, но на визита на МТЗ они вам такую модель «Ленинградец» уже представят. Новые проекты готовятся и в фарминдустрии. Долгосрочное сотрудничество с компанией «Биокад» подписано в прошлом году во время визита делегации белорусского правительства. И оно уже в деле. Так нам поставляют ряд современных препаратов и проводят клинические исследования. В данный момент на территории Республики Беларусь регистрировано уже 11 препаратов. Они закупаются в рамках государственных контрактов между нашей компанией и правительством, и, соответственно, Республикой Беларусь. Это такие самые востребованные, самые необходимые препараты для пациентов с онкологическими заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями. Также в рамках реализации этой программы разрабатывается программа по борьбе с меланомой. А Питер готов локализовать у себя производство 13 наших лекарств, которых в России попросту нет. Свободные ниши есть и на рынке продуктов питания, хотя, казалось бы, сколько поставок, но спрос уж точно не падает. Стоит и подумать про открытие первого ресторана белорусской кухни. Петербург стал главным проводником белорусских продуктов в России. Вот по итогам первого бизнес-форума «Беларусь-Санкт-Петербург» в 1922 году были достигнуты договоренности о четырехкратном увеличении поставок продовольствия. Это до 5 миллиардов рублей. Сейчас, как уже сказал, подписано на контракт по поставкам продовольствия в объеме более 14,5 миллиардов рублей. Это большая сумма. И вот за два года рост почти в 10 раз. Беларусь и Санкт-Петербург вместе продвигают и передовые инженерные школы, да и вместе занимаются разработками, начиная с университета. Так в электротехническом учатся 400 студентов из Беларуси. В топе большого интереса это IT-специальности и приборостроение. И здесь важно, чтобы теория не отставала от практики, а лучше шла в ногу. Мы стараемся всем нашим студентам предоставить реальные места практики на предприятиях. Если не на предприятиях, то в наших лабораториях, в университете дать им все знания, которые пригодятся в дальнейшей их работе. С Гомельским госуниверситетом совместно исследуют и сверхвысокочастотные устройства, которые используются в телекоммуникациях и электроэнергетике. И не только это. Планов-то развитие двухсторонних отношений куда больше. И не только учебных. 19-25 апреля состоятся Дни Санкт-Петербурга в Минске. Мы готовим большую делегацию и, безусловно, конечно, подпишем ряд дополнительных соглашений на уровне комитетов, министерств. Сейчас готовится большая и хорошая программа. Поэтому я уверен, что это придаст еще новый импульс для развития наших двухсторонних взаимоотношений. Губернатор уверен, набирать обороты будет и туризм, причем в двухстороннем направлении. Тем более расстояние здесь уж точно не преграда. Семь сотен километров – это всего лишь час полета. В главном эфире о сотрудничестве на перспективу Светлана Лукьянюк, Алексей Юнош из Санкт-Петербурга.